Приветствую вас! Я думаю, что глобально проблема заключается в том, что вы семейная, как говорите. То есть, 23 года вы выходите замуж, получается, 23 года вы выходите замуж, рожать ребенка тут же и, по сути, все. Вы не реализуетесь сами, вы не добиваетесь всего-либо в жизни, самостоятельно. Вы не раскрываете в себя свои способности, свои возможности. Вместо этого вы ориентированы на семью. Но ориентирование на семью, это этап более поздний. После того, как человека, человек сам становится зрелым. Вы, я думаю, не будете спорить с тем, что вы не очень зрелы. Потому что, ну, как личность, как личность. Потому что, ну, во-первых, вы в отношениях были таких созависимых. Во-вторых, у вас истерика. Истерики начались. Если вы нервные стали, то же, кстати, из-за чего и почему, да, вопрос. И, соответственно, 24 года вы рожаете ребенок. То есть, это все же рано. Это все же рано. То есть, вам как раз, это пик карьерного роста, это пик развития собственного. То есть, чтобы ребенку все-то дать, ну, не оставаясь кем-то стать. Вот. И вот то, что вы говорите, что вы семейные, является ключевым аспектом. Потому что человек семейный, отначе, что он должен. Отначе, что он не принадлежит себе. Отначе, что он делает все для других. Вы ему же себе выбрали, то, по сути, такого, который идеально подходит под ваше представление о семейности. Идеально подходит под ваше представление о семейности, но совсем не идеально подходит под ваши желания и под ваши потребности, под ваши чувства. Первый молодой человек, с которым у вас были отношения, он является, по сути, отражением. Отражением того, что хотите вы. Отражением того, что нужно вам. Отражением того, какой вы видите себя. Конечно, без, возможно, беспорядочных половых связей, и без злоупотребления алкоголем. Но, как факт, это самобойно. Как факт, это одиночество, но не в том смысле одиночество, что человек одинок, а потом вместе с человеком, в первую очередь, принадлежит себе. Вы себя принадлежит себе, возможно, не чувствовали никогда. И вот в этом ключе и стоит вам, в первую очередь, двигаться. Желательно, конечно, вместе с психологом. То есть, дело не в том, что вы не можете забыть любовь. Дело не в том, что сейчас со своим мужем вы не хотите, там, например, заниматься любовью и прочее прочее. Дело в том, что вас определяют другие люди, не вы сами себя определяете. Мать какая штука. Вы сами не реализуетесь. Вы сами не хозяйка своей жизни. Так, по крайней мере, у меня, так, по крайней мере, мне, значит, ну, у меня сложилось впечатление, да? Ну, значит, ну, если вы говорите о том, что вы встречались в шесть лет с моим мужчиной, с первым мужчиной, то, опять же, вы убившись в пятнадцать лет, вы встретили свою любовь, да? То есть, в пятнадцать лет, ну, это первая любовь. И, ну, что-то, вам, скажем так, не повезло в том плане, что она у нас получила своё развитие. Первая любовь, она чаще неудачная, вот. А у нас она получила развитие, и вы последний вот этот момент не пережили, не последовательно застряли на этом этапе подростковой любви. Подростковой любовь – это часто бунт, это часто протест против каких-то устоев, установок и так далее. Но, значит, какая штука. То есть, забывать любовь не стоит. Вообще, это вообще, чуть-то забыть нельзя, али. Но можно научиться, можно учиться жить для себя, нужно учиться делать что-то для себя, можно учиться ставить в приоритет свои желания и свои потребности. Можно, в конце концов, с вашим мужем отношения гармонизировать, адекватно выражая то, что вам нужно и нужно. И ничего плохого-то в этом нет, в том, что вы чего-то хотите, в том, что вы там в чем-то нуждаетесь и так далее, так далее, так далее. Это нормальная история. Нормально, что вы что-то хотите. Нормально, что вы в чем-то нуждаетесь. Нормально. Знаете? Вот. И, то есть, в корне, в целом, у вас вот постановка вопроса, да, неверно, неверно. Любовь в данном случае, я согласен с коллегой, с Хилковой Ириной, что это не совсем любовь, это скорее, скорее действительно зависимость, ну или, по крайней мере, частично зависимость, потому что любовь, она вообще несет только лишь счастье, счастье. Если это любовь, то любовь несет счастье, как правило. В важном случае любовь несет негатив, и, соответственно, можно поэтому говорить о том, что здесь, помимо любви, есть какие-то еще примеси, примеси того, что вы хотите. И вот то, что вы хотите, необходимо реализовывать самостоятельно. Алина, понимаете, какая штука? Вот. Ситуацию, конечно, несколько осложняет тот факт, что у вас ребенок, но я полагаю, что, опять же, при желании, при желании, можно от этого, от этого, ну, как бы, не освободиться, конечно, а можно избавиться от отношения к этому, как к какому-то грузу. То есть вы семью и ребенка приподняете, как груз, свой груз. И в семье вы занимаете, ну, вот, очень интересную роль, да, роль, соответственно, матери, роль, соответственно, жены, и все. Но, больше, как бы, нет, нет ощущения, что вы, вот, как бы, выполняете еще какую-то роль. Вы пишите, что я мучаюсь, потому что у нас расставание не было логического конца. Да, отчасти, поэтому, но отчасти еще и потому, что с этим человеком, вот, вы пишите, что, значит, между нами была страсть, соединение, он знал все мои тайны, всегда меня понимал. То есть это, что это вот, кратко, и есть раскрытие через другого. Это первое. Второе. Значит, очень серьезным деструктивным моментом является тот факт, что вы считаете человека плохим. То есть, во-первых, вы даете ему оценку, что абсолютно не соответствует реальности. Вы не можете оценить человека, не можете сказать, что вот он плохой, что он какой-то, или что он хороший, вот. То есть вы не вправе, как и любой человек, не вправе давать оценку самому человеку. Можете давать оценку его поступкам, с точки зрения того, как они влияют на вас, эти поступки. Это да. Мы будем сказать, что вот поступок этого человека, он, там, для меня, временный. А для кого-то он полезный. Понимаете? Поступок отлично можно, вовремя человека нет. Это первое. Значит, если вы считаете человека плохим, значит, вы стараетесь что-то обесценить. И поскольку любовь, она вам не несет счастья, а в вашем случае несет несчастье, то можно говорить о том, что здесь дело не в любви, в потребности, в подребности, в желании, в возможности отдавать. А здесь дело наоборот, в потребности получать, в потребности забрать. И можно в таком случае говорить, что если мы берем за аксиому тот факт, что ваше чувство к человеку является подредностью, а предмеченной в нем, то тот факт, что вы считаете его плохим, выражает ваше отношение к тому, что вы хотите. Косвенно это подтверждается в том, что вы говорите, что он ведет аморальный образ жизни. Почему косвенно? Потому что, ну как сказать. Вот что значит аморальный образ жизни? Вот что это значит аморальный? Аморальный образ жизни это оценка, опять же. Ну кто я такой, чтобы оценивать другого человека? Ладно, если бы он там рядом со мной бы жил, да, и вел там какой-то образ жизни, допустим. К примеру, вот у меня есть, допустим, там не знаю, брат, который со мной живет рядом. И вот он там устраивает, там постоянно пьянки, гулянки, там да, вот это все. Ну, да, если мы живем вместе, вот это как бы мне вредит, если я, допустим, веду другой образ жизни. Это мне вредит, я могу сказать, что для меня это как бы, ну, неприятно. Но я не могу сказать, что он ведет аморальный образ жизни, он ведет такой образ жизни, вот такой, и все. Т.е. это вот родительская позиция, родительская позиция, он плохой человек, это родительская позиция. Это моральный образ жизни, это ра-а-а-а-а-и. Это всё отношение к себе у вас, это всё отношение к подавлению своих чувств у вас, твоих желаний у вас. Вкам? Родительскими фигурами. И вашими установками, что, типа, вы должны быть семейными. То есть, опять же, семейный человек, это отношение к человеку, который сам на себя не полагается. Семейный человек, это человек, который стремится к семье. Но зачем вам семья? Для чего вам нужна семья? Ну, это такая штука. Ведь семье нельзя нуждаться. Человек не может нуждаться в семье. Человек может создать семью, но семья это вследствие, его активность и не более того. Знаете, вот вы создали семью, идеальную семью создали для себя, но вы бы не счастливы. Почему? Потому что она являлась на цели. Вы говорите, что через год после расставания с первой любовью, через год, давайте прочитаем. Значит, через год я вышел замуж. То есть, вам по-хорошему в двадцать три, я так понимаю, года, да? Вам по-хорошему с мужчиной простричаться года два. В месяц и позицию, только потом замуж выходить. А вы через год уже вышли замуж и родили ребенка. То есть, означает, что вы торопитесь, означает, что вы спешили, означает, что вы активно старались удовлетворить свои потребности. Дальше, следующая история. У вас в тексте наблюдаются позиции жертвы. Почему позиции жертвы? Значит, отношения стали портиться, пишите вы. Это я про первую любовь. Отношения стали портиться. Знаете, отношения, это не что-то такое, что, ну, является чем-то отдельным. Отношения это должно строить люди. Если отношения стали портиться, значит, вы стали вести себя по-другому, значит, вы стали их портить. Значит, ваша какая-то активность привела к тому, что она испортилась. Вы пишите. Я стал нервным. Из-за чего? Стало устраивать истерики. Почему? Он стал спиваться и стал мирным. Ну, не на пустом же месте это произошло. Знаете, ну, не на пустом же месте. Потом, у меня увела его моя лучшая подруга. Вот что значит увела, да? Увела это означает, что, а, вы обесцениваете своего мужчину. Вы не считаете, что он сам способен принимать решение языка. И сам способен был выбрать, выбрать вашу подругу, а не вас. Б. Вы перекладываете ответственность на подругу. То есть, типа, она виновата. Не я. Не я ответственный. Она. Она. В. Вы, видимо, не очень хорошо выстраиваете отношения с подругами, раз такая история происходит. Хотя тут нужно разбираться, есть нюансы. А. Б. В. Г. И. Вы, собственно, опять же, обесцениваете свои отношения к этим человеком. Потому что, ну, как бы, они ничего не значат. То есть, любой человек может взять спокойно увести его от вас. Вот такие вот аспекты. И эти аспекты, они в вас сейчас. Не умение выстраивать отношения с людьми, видимо. Такие, какие-то искренние. Ну, правильно, если вы сами не всегда ведёте. Жертвенная позиция. Обесценивание своего партнёра. То есть, родительская позиция по отношению к нему. Вот все эти вещи нужно корректировать. Понимаете, в чём дело? Выпейте, выпейте, мне не хватает страсти и огня. Да. Правильно, потому что вы молоды. Вы молоды. Но, момент какой. А вы когда замуж выходили за своего мужа, вы как вообще ожидали, что огонь, значит, ну, что огонь будет или как? Каковы ваши ожидания? Мне кажется, что, опять же, вот именно с вашими ожиданиями нужно работать. Такое ощущение, что вы живёте вот в каком-то таком мире своих вообще мечтаний. И реальный мир как таковой не видеть. Опять же, это может быть связано с тем, что у вас такая вот очень сплачённая была семья. Вам привили семейные ценности достаточно сильно, но, в общем-то, ценностями не могут быть люди. Сами по себе люди ценностями не могут быть. Не могут. Вот. То есть, деструктивные ценности вам привили. То есть, я бы считал слишком зрелый. Вам, сейчас, вам нужны другие ценности. Более подходящие, под ваш возраст. Вот. Чтобы вы ничего не чувствовали, не удовлетворенность. А, фактически, не удовлетворенность своё вы ощущаете только по той причине, что не реализуетесь. Всё остальное, это следствие. Следствие. То есть, вы слишком быстро перешли к стадии семьи. Слишком быть. Вы сами к этому не готовы. Если бы вы были семейным человеком, вот этого бы всего не было. То вашего вопроса не было бы. Семейный человек, он не желает страсти и огня. Не желает. Ему это не нужно. Вы хотите, значит, не семейный человек. Вот это нужно признать. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду расположен. Обратите внимание, что если вы начнёте заниматься психотерапией, да, будете консультироваться, то возможно ухудшение отношений с вашим мужем. Возможно даже распад отношений. Будьте к этому готовы. Вот. И хотелось бы очень, конечно, чтобы вы ответили на вопрос сами себе. Зачем вы рождали ребёнка и почему вы ходили там. Для чего. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите, значит, в личку буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.